Книга «Открытым оком» 7 том. Вопрос 1908. Взаимоотношения. Удалившись от мира, погрязшего в пороках, сумели ли ушедшие избавиться от клеветы, зависти, злобы? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Этого было в запасниках так натрамбовано, что хватило и до наших дней. Жена Лота вышла из Содома, но дух Содома не вышел из нее. Выше себя не прыгнешь и от себя не убежишь. Переменить нужно природу, то есть родиться свыше. А попытки сделать это через молчание, уход от мира – это смеха достойна. Исходило бы от Адама, который был в полном невидении о своей душе, тогда можно было еще понять его метание. Попытки самоисцеления, самовоскрешения. А здесь умные мужи, как Арсений Великий, и шли на эту подделку, своими силами пытались переродить свою природу. Ефесянам 2.5. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью вы спасены. Римлянам 7.24. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Римлянам 7.21-23. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Даниил Столпник. Память 1 декабря. В непродолжительное время все бесовское полчище, силою Божией, прогнано было оттуда, и народ стал проходить мимо того места без всякой опасности. Это сделалось известным повсюду, и многие из окрестных жителей стали приходить к святому Даниилу, изумляясь, что в том самом месте, где было обиталище бесов, днем и ночью раздается славословие Божие. Но дьявол, ненавидя добро и не желая видеть себя побежденным от святого, внушил некоторым из клириков зависть, и они начали говорить между собою, откуда это он пришел сюда, и все идут к нему и повсюду прославляют его. Пойдем, наговорим на него патриарху, чтобы он удалил его отсюда. Отправившись к патриарху Царегородскому Анатолию, они наклеветали ему на святого. Афанасий Афонский, память 5 июля. В одном иноке они поселили такую ненависть к преподобному, что он не желал даже глядеть на него, и по действию бесов в нем такая возросла злоба, что он покушался даже на убийство. Приготовивший и отточивший меч, он изыскивал подходящего случая, чтобы убить преподобного отца. Как-то раз ночью, когда все спали, а преподобный пребывал в своей келье, в бодрствовании на молитве, убийца подошел к келье святого под предлогом, будто имеет весьма нужное к нему слово, в то же время он держал под рукою обнаженный меч. Он стукнул бесстрашно в дверь, говоря, «Благослови, отче!» И голос его был голосом Иакова, а руки – Исавовы. Преподобный же отец, будучи праведен, как Авель, не знал, что снаружи стоит Каин и вызывает его для убийства. Он спрашивал из кельи, «Кто ты?» и немного прятворил дверь. Убийца же, испугавшись отеческого голоса, с трепетом упал на землю. Бог, охраняющий верного своего раба, внезапным ужасом поразил убийцу. Его руки ослабли, меч упал на землю, и он сам лежал пред ногами отца, распростертым на земле, как мертвец. Видя это, преподобный удивился и ужаснулся, и поднимал лежащего с земли, едва придя в себя последний растроганным голосом, сказал отцу, «Помилуй меня, отче, твоего заклателя, прости мою злобу, которую я замышлял против тебя, и прости нечестие моего сердца». Зажегший свечу и увидавший на земле меч, отточенный, как бритва Афанасий, уразумел замысел инока. «Чадо», — сказал он, — «как на разбойника вышел ты на меня с всем мечом. Но перестань рыдать, зажми рот, спрячь эту вещь, никому не говори о случившемся, и пойди ко мне, и подойди ко мне. Я облобызаю тебя. Бог же да простит тебе твое согрешение». И еще один брат, подобно первому ненавидя отца, изыскивал случай истребить его из среды живущих на земле. Не зная же, как это устроить, он предался бесовским волхвованиям и чарованием. Причинивший отцу много смертельных волшебств и чарований, он не имел, к своему удивлению, никакого успеха. Случайно он спросил некоего брата, причиняет ли человеку смерть чародейство. Брат отвечал, что благочестивому и по-божески живущему человеку не может причинять вреда никакое чарование или волхвование. Можно ли солнышком сына назвать? Дочку луной в полнолуние. Тещу попроще советует взять. К тестью эпитет подсунем. Очень обширен словарный запас. Ангел души моей, радость. К каждому случаю что-то припас. Аспида, яд или сладость. Нужно писание Божие знать. Пользуйся им без ошибки. Нам ли у мира взаймы занимать? Грязь и заразу подпитки. Библейский язык — это меч и огонь. Он резок, правдив, беспристрастен. В огне не сгорает для вечности он. Упреки его не напрасны. Где дух пренебесный и ревность святая. За проповедь склонит главу и под меч. Такой, как орел, у вершины летает, особой харизмой помечен. Где проповедь льется рекой злота струйной. И сеется семя обильно. Уже прозревается стол. Где пируют хотя бы за слово. При жизни убили. Пасущий на злачных страницах писания. Конечно же, пастырь вполне настоящий. Кто прибылью бредит и спит за весами. Иуда опять захватил этот ящик. А чем там торгуют? Иконы и свечи? Украл тишину и каноны попрал. Конечно, палач столько души скалечил. Разбойник, крещенский пират. Завежься свечою, но только б светила. Монах, значит, ангелом будь. Делами прославлены явно не титулом. Победой над злом украшается грудь. 24 сентября 2003 год. Игнатий Лапкин.